Да, Миш, ну ты у нас гигант, встань в дверь, покажи размер Ну ты, ну да, 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 постарался, на камень залез, чтобы выше смотреться На трон, я в этот раз посидел на троне владыки Ишмуна, бога, одного из баальбекских богов Ну это поздние крепления, они выдолблены уже гораздо худшего качества, если мы присмотримся Вот Миша среди протоцивилизации Среди реальных, а сейчас Миша, вот реальная, да, вот реальная высота здесь Ну здесь 4,40, я мерил, 4,50 в этих воротах, они уцелели чудом каким-то На них кривые еллинские буквы, смотреться понаписали там, где их быть не должно Вот кое-что еще видно, какую-то совсем пустяковую Тут совсем мало, мало значимое Вот Миша рядом с надписью греческой, 1910 года Что? Все не очень качественное, вот то есть массивное, но обработка А потому что это не финишная обработка, это обработка демонстрационная Про что я и говорю, она сильно отличается от того, что мы привыкли видеть Оно сделано для, скажем так, представили, как это может быть выглядеть, когда мы вам это сделаем в оригинале А это демонстрационный образец Он далеко не всегда у нас обладает таким же качеством, как и... Вот посмотри, как сейчас тут вот стыки очень интересные с этой стороны будут А? Вниз уходит на очень много Мы должны, Кать, учитывать, что здесь еще фундамент Это здание не стоит просто так Вот эта дверь такая же по размеру, как вот эта То есть ровно два прохода мы должны добавлять А потом идет порог, а потом ступень, а потом фундамент То есть добавляй еще одну треть этого здания огромного И плюс, Катя, он еще разрушен Мы же в каком здании вообще идет речь о высоте Мика, ты вот тут на этом спуске осторожно Да, здесь, конечно, надо... Вот это, Миш, видишь, вообще стена даже не оцикливали ее Оставили с фасочкой аккуратно, хотя очень эффектно оставили Против той, вот, допустим, которая уже... Это один из гостов Да, но он у нас идет, внутри другой Это и демонстрационные версии Хотите такую, такую сделаем стену Хотите с той стороны, у нас же разная здесь идет проработка этого С одной стороны, у нас вот такая идет проработка Это же не случайное совпадение Это именно фабрика античная, которая... У нас же есть гераклоделательные заводы Мы же понимаем, что все эти статуи совершенно абсолютно одинаковые Были сделаны не просто там в мастерской Это же не кустарщина какая-то А самое главное, вот, все, кто смотрит Мишу и канал протоцивилизацию Вот последние, особенно Мишиные фильмы Должны сказать спасибо еще одному Миши Который всегда остается за кадром Но сколько всего делает значимого Миш, мы тебя благодарим Потому что донести... Если бы мы рассказывали это на пальцах Ни мне, ни Миши Миш, нам бы не поверили, если бы мы говорили Вы знаете, что в Турмесесе есть огромные 15-ти и выше метровые здания С фундаментом под земель Нам сказать, да вы что, совсем на такой высоте Кто же будет строить? Да, в нашем деле хорошая картинка самая важная Зафиксировать то, что у нас есть Вот видите, тут же почти нет окон Все это у нас только заготовки огромнейшие Ну вот двери немножко есть, ну как немножко Вот те большие двери, в которых же стоял у нас Один Миша и снимал другой Михаил Потрясающе, конечно Ой, господи, а мы движемся к Некрополю Некрополь Турмесеса один из самых впечатляющих Некрополей Потому что он, опять же говорю, мало тронутый Вон у нас красиво идут Вопрос, например, в чем вообще Вот здесь, вот это же, видите, полукруг Это же в свое время у нас был еще театр Ну форма театральная здесь была И все это было облицовано вот таким вот Вот таким вот Вот такой толщины Вот такой толщины Вот такого вот качества, прекрасного совершенно Это они сейчас наколоты, раскололись в ничто превращенное Все эти стены у нас были облицованы Таким вот камнем удивительным Вот она, эта отделка Здесь очень много всяких Он, к сожалению, весь бился Потом, когда он перебился У нас стала с вами уже образовываться мозаика Из таких вот стали дальше колоть Колоть вот это тоже, да Вот это тоже в свое время был камень Жалко, что он весь расколотый И мозаику уже стали лепить Она уж совсем у нас по-другому крепится Потом некоторые камни вообще стали вот Кристаллизоваться в кристалл превратились Удивительно Да, Миш, сейчас, секундочку Еще раз, что говоришь? Мелкие камни вот эти Вот, крыша рухнула, нет? Нет Стена? Здесь вот, видишь, второй ряд складки Такой, пеленфянской, проступает А, ну это они сгородили ее, подсобрали Да, они как-то то ли упрекляли А тебе не кажется, что они как раз их отсюда и брали? Почему оно раздолбано? То есть они ее все раздолбили Вот я про какой Вот тут, может, что-то углядишь Какие-то следы Или это маленький кусочек Миша у нас научился внимательно Как для себя Новый метод, да, для себя определил? Еще дополнительные для уточнения Что, Миш, делаешь? Да Что мы смотрим? Нужно свет поставить напротив И искать тонкие параллельные царапины Ну а если это у нас полировка Они уже могут ведь отсутствовать? Вот именно Что в большей части случаев они отсутствуют Но иногда встречаются недополированные элементы Это хорошо или плохо в данном случае? Для нас это хорошо Это позволяет понять, каким инструментом это обрабатывалось Делалось ли это вручную или на станке И то, что мы встречаем пока Несомненно, делалось на станке Здесь вот никаких следов не вижу А с противоположной стороны Они лицевой части Это гладкая лицевая часть? Это гладкая, да Лицевая Толщина, ну, меньше сантиметра, да? Примерно пятерка, наверное, да? 0,5 примерно 6 миллиметров где-то Здесь грубая сторона Ну, чтобы она скреплялась хорошо со стеной Да, да Необходимости ее обрабатывать нет То есть грубая, но при этом без видимых таких следов Грубая, да, но без следов И полированная, и тоже без следов Очень гладкая полировка Ничего нету Но иногда бывает, да Поэтому мы все камни досматриваем Что тебе по поводу такой толщины скажешь? Одна из самых маленьких, которые встречаем Наверное, меньше вряд ли мы видели Ну, видели, да Совсем толщину Да, видели полоски метровые Шириной сантиметров 12-15 Длину метров Да, да, да Ну, вообще они 2 на 1 метра Я листы самые большие видел В эфесе они везде Да, но они толще Они уже от сантиметра и больше идут Это, конечно, совсем тоненькие Миллиметровка, конечно, толщина Очень сложный такой обрабатывать и не сломать Самое главное, это не просто сложно Это же масштаб этой обработки Это же не единичная какая-то часть Ну, вот по то уж Про что мы говорили Вот, причем он еще аккуратненько здесь у нас выбран Гостовый прям кусок Гостовый? Поясни снова гостовый В данном случае То есть античный стандарт В любом городе, да Прям абсолютно идентичный С точно такой же фасочкой С таким же обрамлением Но этот вот покрыт известковым раствором каким-то Поэтому следы здесь присмотреть навряд ли получится Ну, раствором, который крепили, конечно Да не может, именно это и объясняет, почему такие стены Ну, немного Но ее, они все ее растащили Облицовку, ее легче всего снять И удобнее все транспортировать и дальше Поэтому ее свозили и разбирали Да, мне говорят, а там что снег Слушайте, туман пошел Там идти в Некрополь Удивительно Самое время нам идти Пойдемте, друзья Мы движемся к Каринфскому храму и в Некрополь Да, да, удивительно Горы уже полностью покрыты Удалось, да, что-то найти? Ну вот, тут очень много такого, на самом деле Каждый, кто приедет, увидит Рядом тоже сооружение Опять у нас без каких-то креплений Оно не особо внутри Ничем не закреплено И просто вот стоит рядышком Не очень суразно с окружением Мрамор, мрамор Вот мраморная облицовка Вот, Миш, надо показать Нет, мрамор А, это да Но, Миш, заметь Известняк все-таки отличного качества Потому что Сохранность у него здесь очень высокая Мы можем говорить спокойно о вечных камнях Употреблять это слово Потому что Да, совершенно верно Мы идем здесь по улице Очки можно было не брать Ну да, сегодня Сегодня Мы не знаем высоты даже Какой здесь она была изначально Вот можно сконструировать Еще добавить несколько блоков У нас так пойдет А мы движемся к Каринфскому храму Спасибо Спасибо Продолжение следует...